Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Начнем наш эфир, пожалуй, с набирающей каждый день обороты темы о приближающемся халвинге биткоина. До халвинга осталось 26 дней, а если вы интересуетесь прогнозами на биткоин, то советуем вам посмотреть ролики на нашем основном канале про это событие. Именно там мы уже взяли 100 интервью популярных криптовалютных блогеров и рассказываем о том, какие они дали прогнозы на майский халвинг биткоина. Где искать ссылки, вы знаете. Ну а мы начнем с первой новости. Генеральный директор криптовалютной биржи Gemini Кэмерон Винклвоз уверен, что пандемия 2020 года станет переломным моментом для биткоина. Пандемия уже парализовала мировую экономику. Более 3 миллиардов человек сейчас находятся на карантине или самоизоляции. Однако Кэмерон считает, что этот кризис может способствовать популяризации биткоина и его развитию. Цитирую. «Эта пандемия станет переломным моментом для биткоина и метавселенной», написал он в своей социальной сети Twitter. Кэмерон Винклвоз не первый криптовалютный эксперт, высказывающий мнение, что пандемия, спровоцировавшая кризис индустрии здравоохранения, а затем давшая старт новому экономическому кризису, может сыграть на руку биткоину. Так, в конце марта генеральный директор Galaxy Digital Майк Новоград сказал, что раз появление биткоина вызвано финансовым кризисом, то вследствие новых финансовых потрясений 2020 год станет годом биткоина. Аналогичного мнения придерживается и Тим Дрейпер, который считает, что хотя пандемия сильно повлияла на традиционные финансовые рынки, а инновационные технологии вроде биткоина могут выиграть от этой ситуации. Когда в середине марта традиционные рынки рухнули, биткоин тоже значительно потерял в цене. За сутки его стоимость достигла 10-месячного минимума. В последующие дни падение криптовалютных рынков продолжилось, однако цена биткоина постепенно начала восстанавливаться. Сейчас биткоин торгуется на уровне 7 тысяч долларов, но его цена еще далека от максимумов этого года. Однако рынок не унывает. В конце марта криптовалютные биржи Kraken, Okix, Bitfinex, Paxful и Luna сообщили о росте количества регистраций новых пользователей и объемов торговли на фоне пандемии. Кроме того, судя по всему, инвесторы стали задумываться о том, что станет с их активами в случае преждевременной кончины. Пандемия повысила спрос на сервисы по передаче криптоактивов по наследству. Вот такие вот дела. Ну, если вам интересно, кто такой Кэмерон Уинклос, то советуем вам посмотреть видеоролик про братьев Уинклос на нашем основном канале. Мы уходим на музыкальную паузу, ну а после нее я расскажу вам, когда Китай запустит национальную блокчейн-платформу и цифровой юань. Не переключайтесь.